Скажи, пожалуйста, сегодня были какие-то примеры вот действительно подобной лексики и подобного свободного общения, если хочешь, Путина с журналистами? Ну, Роман, я должна признать, что сегодня Путин держался очень долго и сказал, нифига не читают, но уже вот после пятого, по-моему, если я не ошибаюсь, может, четвертого вопроса по Украине. И на самом деле, просто ему Украина надоела, и мне кажется, что сегодня, в отличие от остальных пресс-конференций, вот этих выступлений в стиле Путина, который говорит мочить в сортире, сегодня он не хотел этого. Он начал цитировать Бердяева в своем обращении к Федеральному собранию, сегодня он процитировал тот же кусок Бердяева, Грибоедов, он, Маша сказала, он не хотел сегодня, и вот у него, мне кажется, сорвалось вот это, не читают нифига. У меня такое впечатление, как у человека, который там был. И там еще была вот такая маленькая деталь, журналист, который спрашивал Путина про Украину, когда Путин сказал, ну вы читали вот этот текст, документ, собственно, по ассоциации Украины с Европейским Союзом? Молодой человек кивнул, сказал да. Он сказал, ну вот не читали. И то же самое было в отношении остальных, то есть он как-то всех обобщил вот вокруг тех людей, которые не читали. Я честно читала, например, мне очень хотелось сказать, что тут многие сидящие в этом зале из 1300 журналистов, ну я думаю, что ну хотя бы половина читали документы, понимают, о чем идет речь. Но Владимир Владимирович хотел доказать, что Украина идет неверным путем в том случае, если речь идет о Майдане. И правильным путем, если говорить о братстве Украино-Российском и так далее, так далее. И чтобы не быть голословным, мы сейчас как раз послушаем этот фрагмент пресс-конференции Путина. И таким образом как раз перейдем к следующей теме, которую мы хотели обсудить отношением с Украиной. Нужно почитать документы. Ведь почему оппозиция, которая борется с действующей властью, она постоянно обращается к евротематике? Очень легко спекулировать на этих вопросах. Хотите жить, как в Париже? Хотим. Давайте подписывать. Ну давайте, а кто бы сказал, давайте почитаем. Вы читали, что там написано? Нет. А вот здесь коллега или женщина, или мужчина поднимали плакат с плакатом «Украина». Я хочу спросить, вы читали эту бумагу? Нет. Никто же нифига не читает. Ну вы хоть читать-то умеете. Посмотрите, что там написано. Рынки открыть, денег нет, нормы и торговые, и технические регламенты ввести европейские. Ну значит, что, промышленность надо закрыть, сельское хозяйство развиваться не будет. Я уже сказал, это явный абсолютно крен туда, становиться сельскохозпредатком еврозоны. Но это выбор кого-то? Ну хорошо. Пожалуйста, это их выбор. Но у нас ведь что, понимаете, что там происходит? Ведь мы Украину никуда не тащим. У нас с Украиной есть зона свободной торговли. И мы должны будем, мы же не говорим о том, что мы будем дискриминировать украинские товары. Наоборот, мы говорим, что если Украина подпишет этот документ, то мы вынуждены будем сделать только что? Преференции снять. Мы для себя не можем их сохранить. Это подорвёт нашу собственную экономику. Но украинские товары будут, я уже об этом говорил, пользоваться режимом наибольшего благоприятствия, страны наибольшего благоприятствия. Льгот только не будет. Но кто нас может заставить льготы предоставлять? Но это совсем уже запредельные требования. Вот если всё это посчитать, взвесить, то тогда и молодые люди вполне могут разобраться в этом. И сказать, да, мы хотим европейских стандартов, но давайте это сделаем таким образом, чтобы предприятия завтра не закрылись, машиностроительные, чтобы судостроение осталось на плаву, чтобы авиация не померла, чтобы космическая отрасль не сдохла. Машиностроение в целом осталось живым. Все эти рынки и кооперация в России. Мне кажется, что Владимир Владимирович говорил с позиции победителя абсолютно. Человек, который только что выиграл в сирийские шахматы, а теперь выиграл и в украинские шахматы. Кстати, я хотела спросить Катерину в Москве. По-моему, вы специально хотели поддержать Украину, потому что я вижу вас в национальных цветах. Синий блейзер и желтое, по-моему, платье. Как по-вашему, Катя, он хоть кого-нибудь убедил вот этим спичем? Маша, вот эта государственная позиция Российской Федерации о том, что Москва никого, ничего не заставляет делать, и это выбор суверенного государства Украина, а эта позиция, она звучит просто в последние дни, недели, круглые сутки, и вы мне сами не дадите соврать, да? И вот он все время пытался это доказать, показать и сказать еще раз. А то, что мы все не читали, видите ли, документы об ассоциации с Европейским Союзом, об этом говорят все государственные федеральные российские телеканалы, например. Если вы посмотрите любой сюжет, то вам предстанет обязательно вашему взору какой-нибудь евромайдановец, который еле-еле говорит ни на каком языке, собственно, да? Вот отыскиваются такие люди, и они говорят, что они вообще не понимают, зачем они там находятся. То есть понятно, что вот это такой курс, хочется, очень хочется в Москве доказать, что на Евромайдане люди не понимают, зачем они стоят, и что они достаточно примитивны для того, чтобы считать, что их завтра примут в Европейский Союз, и они без виз поедут в Париж, и будут там жить, работать и, собственно, наслаждаться этой прекрасной европейской жизнью. Я думаю, что все-таки Владимир Владимирович не убедил никого из тех, кто считал, что, в общем, ситуация несколько иная. Но согласен был с кремлевской позицией, они, собственно, и согласились, и кивнули. Ты знаешь, мне единственное, я вот лично могу сказать, чего я не услышал в его речи относительно Украины, он указал журналистам, мол, они не читали договор о Евроассоциации, но при этом я от Путина не услышал деталей московско-киевских соглашений, собственно, с чего бы вдруг Россия расщедрилась на такую существенную скидку и на кредит, или я что-то пропустил? Нет, Ром, ты пропустил, потому что в самом начале был задан этот вопрос, это был первый же вопрос по Украине, по-моему, первый вообще вопрос пресс-конференции, где Владимир Владимирович сказал о том, что, ну, во-первых, это не такие уж и огромные затраты, это раз, во-вторых, украинский народ — это братский народ, и именно поэтому Россия готова выделить эти средства, и это нужно для того, чтобы украинская экономика не пала вообще, то есть не случился полный крах и провал, и Путин показал, что вот мы предпринимаем этот шаг, потому что Киев наш друг, брат, союзник, не знаю, стратегический партнер, исторически так сложилось и так далее, а вот европейцы, они и этого не готовы были сделать, при том, что Путин подчеркнул, что вот эта помощь, о которой они договорились, она не спасет украинскую экономику и не поможет ее росту, она просто не позволит ей вот сейчас сломаться окончательно и бесповоротно. Катя, благодарю, теперь мы, пожалуй, перейдем к еще одной теме, внешнеполитической, о которой говорил Путин, в числе прочих, стал Иран, и для меня стало откровением заявление о том, что он с удовольствием примет приглашение иранских друзей, как он выразился, приехать в Тегеран. И я, на самом деле, предлагаю послушать, что сказал президент России, и продолжим с нашим гостем из Израиля. Я полагаю, что прогресс, который был достигнут на иранском направлении, связан не только с нашей позицией, но и в значительной степени с прагматичной позицией американской администрации. Без этого прогресса бы просто не было, это невозможно было бы сделать. Да, конечно, мы последовательно защищали ту позицию, которая была принята, это правда, но без соответствующего настроя наших партнёров окончательной договоренности было бы достичь невозможно. Я не думаю, что последние заявления президента США связаны с отходом американцев от линий, которые нами совместно выработаны. Давайте не будем забывать, что администрации находятся под давлением различных сил в американском инстаблишменте, в том числе под давлением значительной части Конгресса, которая в свою очередь ориентируется на позицию Израиля. В этой связи, думаю, нам нужно вместе озаботиться всем тем, что мешает выстраивать нормальные ирано-израильские отношения. Полагаю, что нужно всё, что мешает нормализации отношений между Ираном и Израилем, нужно не просто иметь в виду, нужно проанализировать все эти составляющие и минимизировать негативную сторону этого процесса. В этом заинтересован и Иран, думаю, что в этом заинтересован и Израиль, и всё международное сообщество. Когда я совсем недавно в послании говорил о том, что мы застигли значительного прогресса на иранском направлении, если вы обратили внимание, я сказал о том, что при этом нужно обеспечить безопасность всех стран регионов, включая Израиль. Это важная составляющая. Без этого трудно будет двигаться вперёд или практически невозможно. Что же касается санкций, то полагаю, что убеждён, что это является контрпродуктивным решением. Ни к чему хорошему с точки зрения договорённости и окончательного характера по урегулированию проблемы это не даст, ни к чему хорошему не приведёт. Надеюсь, что эти заявления, движение, что ли, в этом направлении не помешает всем нам двигаться дальше по пути решения иранской проблемы. И при этом хочу отметить, ещё раз подчеркнуть нашу принципиальную позицию. Иранскому народу, иранскому государству должна быть обеспечена возможность развивать свои высокие технологии, в том числе в ядерной сфере, мирного характера, и международное сообщество не имеет права требовать от него каких-то ограничений дискриминационного характера. Итак, Путин против санкций в отношении Ирана и поддерживает его мирную ядерную программу. Что думают об этом в Израиле? Узнаем буквально через минуту, мы прервёмся. Не переключайтесь, это ток-шоу «Сомнения» на RTVI.